Нижний Новгород Идея была в том, чтобы придумать и показать миру такую новую культурную географию России Нам действительно кажется, что когда мы говорим «российское искусство», то нужно, чтобы в голове у людей возникало не только два города, Москва и Петербург, как «маст хэв», когда мы едем в Россию Но вообще, чтобы ввести в такой повседневный обиход города российских регионов, как такие тоже абсолютно легитимные средства, цели достижения путешественников со всего мира И вот мы эту гипотезу выдвинули, и, собственно, именно в формате путешествия мы ее и проверяем А как можно еще путешествовать по России, как не по Транссибирской магистрали, и вот, собственно, едучи Но в Нижнем Новгороде мы, конечно, так это немножко нарушили традиционный транссибирский маршрут, потому что он идет через Ярославль, как известно Но в Нижнем Новгороде находится филиал Государственного центра современного искусства в составе Росизо, известнейший арсенал И мы не могли нашим международным гостям не показать это пространство Начиная работать над проектом, вы интересовались, чем живут люди в регионах? Так и чем же живут люди в регионах? Мы сделали такое исследование по более чем 40 городам в Российской Федерации, выясняя у них, что такое современные культуры на местах И на этот вопрос невозможно ответить назначенным Собственно, главный вопрос, который мы задаем себе, что является современным в каждом конкретном месте Вот, что такое современность в Москве, это совершенно не то же самое, что современность в Нижнем, в Екатеринбурге, во Владивостоке, в Улан-Удэ И, собственно, вот эту историю, которую нам написали о себе локальные эксперты Мы, собственно, сейчас, приглашая людей из всего мира, известнейших кураторов, там, из музеев, таких как Угенхайм, Помпиду Или, ну, более таких, менее именитых институций, но тем не менее, которые задают такие главные тренды в сегодняшнем современном искусстве Нам, как бы, важно столкнуть две вот эти точки зрения Как люди себя воспринимают, вот, будучи на местах, как я говорила в своем интервью И как, собственно, видят их, и с какой перспективы интересуются люди, которые приезжают извне Как интересно, этот проект путешествует по 12 городам Все верно Какие это города, и почему выбраны именно они? Поезд все решает Потому что... Мы выбрали эту условную горизонталь, потому что, делая всероссийский проект И говоря, ну, как бы, в целом о российской ситуации, конечно, приходится идти на какие-то компромиссы И транссип — это компромисс, то есть это красивый, очень символический компромисс Вот такая условная, да, такая красная нить, которая пронизывает всю страну И, конечно, ну, катериал нашего интереса, он гораздо шире Но вот эта красивая история, которая, знаете, вот эти поезда агитационные, авангардные Потом, как бы, просветительская миссия передвижных выставок С поездом связано огромное количество вот этого символического капитала, накопленного за 20 век Что у нас возникает в голове, когда мы говорим «Транссип», поезд, вот эта романтика, которая, конечно же, ходит в такой, знаете, обязательный список того, что человек должен сделать в жизни Да, одна из них — это проехать по Транссибирской магистрали Этот гештальт мы закроем Но дело в том, что это, скорее, знаете, такая, ну, действительно, самоограничение И одновременно понимание, что, да, мы проедем эти 12 городов Но это, там, сколько, 6 тысяч километров Но дело в том, что, конечно же, это не значит, что вот мы увидим там и узнаем все Но для нас это выбранные принципиальные примеры различных региональных ситуаций, 7-часовых поясов, которые мы преодолеваем И, в принципе, это, конечно же, показательная такая история для всей российской ситуации в целом Одной из задач проекта обозначено увеличение коммуникации между городами Как это работает? Очень тяжело работает Вот будучи я вообще, ну, 12 лет я занималась развитием уральского филиала Государственного центра современного искусства И я очень хорошо понимаю, как, будучи в каком-то городе, интересуясь другим городом, там, Владивостоком, Краснодаром или еще что-то Как сложно найти повод для взаимодействия И вот это действительно, ты можешь бесконечно быть очарован там каким-нибудь, какой-нибудь ситуацией Но действительно создать совместный проект, это не так легко, как кажется И вот для нас это в том числе и осмысление возможности какого-либо сетевого взаимодействия в рамках вот существующих культурных институций на сегодняшний день В, ну, Росизо, ГЦСИ, это сегодня организация, которая самая разветвленная организация, занимающаяся современным искусством У нас 8 филиалов от Калининграда до Томска Надеюсь, откроется филиал в Владивостоке в скором времени, будет совсем прекрасно Не Москва, этот проект, который мы сейчас делаем, это одна из немногих инициатив, которая может по праву считаться сетевой Вот сетевые проекты делать, чтобы все были вовлечены, чтобы все горели идеи, чтобы у всех вот был этот ощущение того, что мы делаем одно дело Это вообще сложная довольно задача Так что для нас этот проект, это такая тренировка в том числе и возможности вот этих горизонтальных связей и поисков поводов для коммуникации Именно поэтому вот эта международная толпа, которая едет с нами в поезде, они являются таким, знаете, вот камертоном, да, того, что А где вот этот нерв, да, за который мы можем зацепиться и из которого может вырасти проект Какие мероприятия обязательные входят в программу? В каждом городе примерно одинаковый сценарий наших активностей Мы встречаемся с художниками, мы делаем ревью идей И, собственно, наша главная цель не то, что мы, знаете, таки едем прекрасные, умные, значит, смотрим, что это у вас тут происходит У нас совершенно, знаете, вот какая-то неколониальная логика у проекта Мне важно всегда это подчеркивать, потому что мы действительно едем вступать в диалог, мы едем сотрудничать И, собственно, эти люди, они приезжают не отсматривать художников, портфолио-ревью, знакомиться, они смотрят идеи нереализованных художественных проектов И главная мысль и такая вообще миссия вот этого всего паровоза, она в том, что по результатам, собственно, выбранные идеи художников из регионов Они будут реализовываться для грядущих выставок То есть у художников могут сразу появиться проекты, не знаю, во Франции, в ЮАР, в Лондоне, еще где-то, да То есть это действительно нам важно, чтобы по результатам этого путешествия какие-то выбранные истории, которые предлагают художники, они реализовались Спасибо огромное, Алиса Спасибо вам Ну что ж, увидимся на проекте «Не Москва», а ровно через секунду нас ждет календарь путешественника Итак, календарь путешественника 18-19 августа в городе Чкаловск пройдет 4-й фестиваль скоростей «Русские крылья» 24-25 августа в Нижегородской области состоится открытый фестиваль авторской песни «Городецкий пряник» Ну и, конечно, в любой из выходных дней можно съездить в город Семенов на родину Золотой Хохломы Путешествуйте с удовольствием Увидимся через неделю Редактор субтитров А.Семкин